Патруль Тольятти Сотрудники МЧС просят тольяттинцев быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. В случае происшествия звонить в единую службу по телефону 101 или 112. Звонки принимаются круглосуточно. Пламя охватило 800 квадратных метров. Вчера на улице Индустриальной на открытой площадке загорелись поддоны. По предварительным данным, одной из причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Точная причина в настоящее время устанавливается. Сообщение о пожаре в единую службу 112 поступило около часа дня. К месту были направлены спецслужбы города. По прибытию площадь, охваченная огнём, уже составляла 500 квадратных метров. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения пламени, чего избежать, к сожалению, не удалось. Огонь тушили несколько часов. В полшестого вечера было объявлено о полной ликвидации пожара. На улице Дзержинского в результате нарушения правил дорожного движения одним из водителей произошло ДТП, в результате которого столкнулись Иномарка и Лада. Кто прав, а кто виноват в ЧП, будет установлено в ходе разбора аварии с сотрудниками ГАИ. Сообщается, что в дорожном происшествии никто не пострадал. На майском проезде сотрудники полиции попытались остановить Ладу, водитель которой предположительно находился в нетрезвом состоянии. Экипажем ДПС была предпринята попытка остановки автомобиля, но мужчина решил скрыться. Госинспекторы использовали отработанные методы и тактику блокирования транспортного средства. После остановки пройти медосвидетельствование автолюбитель отказался. В отношении нарушителя закона был составлен административный протокол. В Новом городе молодые люди избили 19-летнего доставщика еды. Все происходящее было зафиксировано на камеру наружного наблюдения. На кадрах видно, как доставщик заходит в подъезд, а следом за ним еще несколько человек. После этого парня выталкивают из подъезда на улицу и начинают избивать. Сотрудники полиции установили личности и место возможного нахождения злоумышленников. Спустя некоторое время их задержали. 8 апреля было возбуждено уголовное дело по статье 116 «Побои». Подозреваемых четверо, а троим из них избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. Один из них находился в розыске и по статье 111 его отправили под домашний арест. Расследование дела продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова